Здравствуйте Богдан. Здравствуйте. Меня зовут Владислав, звоню вам по поводу дополнительного заработка в серии инвестиций. Вы ранее интересовались этим? Но к работе так и не приступили. Хотел бы узнать в чем причина. Владислав у вас, да? Да, да. А откуда вы? Из Москвы. Организация какая? Газпром Инвест Холдинг. А-а-а. Я бы с удовольствием в такой фирме приступил к заработкам. А почему все еще не начали зарабатывать? Да вот это прям вопрос, конечно, интересный. Вы говорите, вы ранее общались с моей коллегой чуть больше, чем неделю назад, Ириной. И вы остановились на том, что вам предоставили транзитный номер, транзитный счет точнее. И вы почему-то, я так понимаю, появились какие-то сомнения или что-то еще произошло? А-а-а. Ирина, да она вот мне что-то перезванивала и бросила трубку. Или оборвалась связь. Я так и не понял. Два слова. Так а что произошло? Почему вы засомневались? В чем сомнения? Я не засомневался. Почему я засомневался? В чем я могу засомневаться? Ну, всякое. Для вас сфера новая или у вас ранее уже был какой-то опыт? Опыт в чем? На международном рынке. В тюрьме инвестиции. На международном? Нет. Никакого не было у меня опыта. Никогда не было опыта? Да. Хорошо. То есть, я в принципе понимаю, вы хотели бы попробовать, верно? Ну, смотря какие там условия, я не знаю. Что вы можете предложить? Смотрите, мы с вами начинаем работать с суммой, которая на данный момент является минимальной. И эта сумма составляет 8 тысяч рублей. У вас вообще такая сумма доступна? Да, конечно. Ну, что об этом говорить-то? Доступна. Тогда давайте я вам расскажу, каким образом вообще происходит заработок. Хорошо? Ну, хорошо. Ну, что-то 8 тысяч. Что я на нем заработаю? На 8 тысячах? Нет. Ну, смотрите, я же не говорю вам, что мы с этой суммой заработаем какие-то миллионы или какие-то большие деньги. Это просто минимальная сумма, которая вам позволит разобраться на рынке. Увидеть, как здесь все устроено, чтобы у вас появилось какое-то понимание. В дальнейшем, конечно, вас никто не ограничивает. То есть, вы можете работать с той суммой, с которой вам удобно. То есть, понятное дело, чтобы больше зарабатывать, соответственно, нужно больше инвестировать. Понимаете? Ага. То есть, просто я бы советовал изначально не начинать каких-то больших денег. Чтобы просто ознакомиться, чтобы разобраться для себя, как это все устроено. Именно поэтому у нас такой минимальный порог. Ага. Понимаете? Угу. Хорошо. Давайте я вам тогда расскажу, каким же образом мы с вами можем заработать уже сейчас. Ну, я думаю, саму компанию «Газпром» наверняка знаете, верно? Конечно. Кто же ее не знает? Мечта каждого россиянина. Что? А слышали последнюю новость? Нет. Какую новость? Ну, я думаю, следите вообще за новостями, что в мире происходит. Какая ситуация вообще к нашей стране сейчас? Видели все это? Ну, я знаю, что газ дорожает и дорожает. Я знаю. Вот. Конечно, для Европы он как раз таки дорожает. Но мы теперь начали более активно работать с азиатским рынком. То есть, в основном это Китай. «Газпром» сегодня подписал договор с Китаем на посадку газа на 200 миллиардов рублей. И они как раз таки будут платить за этот газ в рублях. То, чего не хочет делать Европа. И вот как вы думаете, в связи с этой новостью, вырастут для акции компании «Газпром»? Ну, если у нас такой будет, так сказать, рынок сбыта, как Китай, я думаю, что он, конечно, вырастет. И знаете, в чем главный момент, почему Китай загрузился на наши условия? Потому что мы им газ продаем в полтора раза дешевле, чем мы это делали для Европы. То есть, мы на этом, собственно говоря, ничего не теряем. А зарабатывать начинаем намного больше, чем зарабатывали из Европы. Потому что начинаем поставлять намного больше газа, чем поставляли ранее. Нам это как раз таки только на руку. Нам это выгодно, понимаете? А почем же мы им начинаем поставлять газ-то? Что-что? Почем мы им будем поставлять газ Китаю? Ну, я вот знаю, что подписали сейчас договор на 200 миллиардов рублей. То есть, а именно конкретную сумму за один ковометр я вам сказать не могу, поскольку я не работаю в самом Газпроме. И не знаю, по чем сейчас мы им поставляем газ. Я просто знаю вот эту новость, на которой мы с вами можем заработать. А где же вы работаете? Вы сказали, что в Газпроме работаете, а теперь вы говорите, что не работаете. Газпром Инвест Холдинг. Это компания, которая занимается инвестициями. То есть, мы же не занимаемся лично продажей, скупкой газа или добыванием газа. Мы работаем немножечко в другой сфере, на международном рынке, на обдирже. О, а это разные организации, да? Это Газпром Инвест Холдинг, это дочерняя компания Газпром. Ясно, ясно. Что такое дочерняя компания, знаете? Ну, дочерняя, это типа, ну, я не знаю, это филиал что ли или как это? Да, да, что-то в этом роде. То есть, вы правы. Но именно непосредственно сама суть нашей работы конкретно отличается, потому что мы работаем на международном рынке, на бирже. Они также работают на международном рынке, только это не биржа является, а именно рынок сбыта газа, допустим. И не только газа. Хорошо. Это, в принципе, понятно? Понятно. Вот, и как раз-таки из-за этой новости мы с вами сейчас можем провести акции Газпрома чуть позже, когда деньги уже поступят в компанию, продать их дороже и заработать на этой сделке. Это хорошо. А сколько сейчас стоит акция одна? Так, чтобы не сорать, скажу вам сейчас точно. Кстати, если вообще следите за акциями, за международным рынком, опыта не было, может просто видели. А где надо следить? Я не знаю, вы подскажите. То есть, сейчас акция Газпрома стоит 297 рублей. Чтобы вы понимали, на 20 мая акция Газпрома стоила 230 рублей. То есть, на одной акции мы с вами могли заработать 67 рублей, если бы вы приступили к работе на неделю раньше. И на данный момент наши аналитики прогнозируют рост акций еще выше. То есть, как раз-таки на этом росте мы с вами и будем зарабатывать, понимаете? Ясно. Вот, и зарабатывать мы сможем несколькими способами. То есть, один из способов это работа с помощью аналитика. Кто такой аналитик вообще, знаете? Я не расслышал, сейчас что-то там, какая-то прерывистая речь была, что-то со связью. Говорю, один из способов заработка в данной сфере это с помощью аналитика. Кто такой аналитик, знаете? Ну, аналитик это больше кто анализирует, я так представляю. Да, верно. То есть, это человек, который анализирует финансовый рынок, следит за мировыми новостями и дает торговые сигналы нашим клиентам, с помощью которых они зарабатывают. То есть, он вам говорит, когда и какие акции необходимо купить, когда вам их необходимо продать, чтобы у вас была возможность на этом заработать. То есть, он подбирает в любом случае удобное время для вас. То есть, вы вообще работаете, верно? Да. Какой у вас график работы? День через два. Девять через два? Один день через два. А, то есть, а работаете с кем вообще? В сфере безопасности. То есть, это какая-то служба охраны, я так понимаю? Да, точно. В магазине охранника. Не работаете сутками? Нет, а там сутками, магазин не работает сутками, мы работаем там с 9 до 11. А, ну хорошо, то есть, смотрите, в любом случае, да, аналитик всегда подбирает удобное для вас время, там, вы говорите, я завтра на работе, я завтра не могу. Потом у вас там два выходных, говорит, я буду свободен часов в 12. Он к этому времени подбирает актуальную новость, связывается с вами и предоставляет вам эту новость. То есть, вы доходите, открываете сделку. И с аналитиком ежемесячно можно зарабатывать до 40% прибыли. Ежемесячно до 40%, а от скольких? Ну, соответственно, от нуля, правильно? Нет, неправильно, нет, неправильно. Мне надо знать минимально, сколько я буду зарабатывать, максимально это... Ну, я же, смотрите, ну я же не могу вам чего-то обещать, я не должен вас обманывать, обещать вам какие-то золотые горы, верно? Да. Я вам говорю, ту сумму, до которой вы можете заработать. Но как рассчитать точно ваш заработок, я же не знаю, вдруг, например, сегодня вы акции с рома по 300 рублей, а они завтра будут стоить по 1000 за... Такое может быть. То есть, аналитики на данный момент прогнозируют рост, но они не могут можно сказать, насколько вырастут акции, понимаете? Ну, ага. То есть, и так совершенно с любыми сделками. Ясно. Это понятно? Что со связью сейчас? Да вообще не понимаю, что вы сейчас спросили. А кто слышал? Нет, ничего не слышу, ничего. У меня что-то здесь со связью, наверное. Алло. Да, алло. Ты хорошо слышишь? Сейчас я слышу. Сейчас, вы сказали, я хорошо слышу, Кэшу. Хорошо. Есть еще 725-5 с помощью? Нет, нет, сейчас, может, перезвоните мне, что-то со связью начинаются какие-то проблемы. Какие-то проблемы? Ничего не понятно. Алло. Алло. Ну вот, понимаете же. Ничего, ничего не понятно. Вот сейчас, понимаете же, вот одно из всего нашего диалога последнего. А почему вы сейчас находитесь? Я сейчас нахожусь дома. Дома? Вы сейчас нахожусь дома. Не слышу, не понимаю ничего сейчас. А если вы меня слышите, перезвоните мне или на WhatsApp, или как там, на WhatsApp-то, если можно. Я сейчас нахожусь дома. Алло. Алло, да, слышу сейчас? Да, сейчас лучше. Что-то было, не пойму. Хорошо. То есть, первый способ заработка, это с помощью аналитика. И еще второй способ заработка, это с помощью активизированной системы. То есть, с помощью активизированной системы. Ну, Владислав, опять то же самое, ничего не слышу. Ничего не понимаю. Нельзя на WhatsApp мне позвонить. На WhatsApp. Давайте позвоню на WhatsApp. Давайте. Алло. 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 А, так слышно? Слышно. Вот когда вот сейчас спрашивали, с шумами слышно. С шумами, ну, слышно. Хоть что-то понятно. Алло. А что, может, это с телефоном? Или сейчас со связью что-то? Не знаю. Ну, сейчас, сейчас хоть я понимаю слова, а то были прерывистые слова. Сейчас шум идет какой-то. Хорошо. Может, у меня... Хорошо, смотрите. Ага. Еще есть вариант заработка с помощью робота. То есть, это полностью, полностью робот, который работает на заданном алгоритме. И вы просто не принимаете какого-то прямого участия, вы следите за своим заработком. И таким образом можно зарабатывать до 17% прибыли ежемесячно. То есть, это вариант для тех людей, которые много работают, и у них нет совершенно никакого времени. И, соответственно, из-за того, что работает робот, ваша прибыль немного здесь меньше. Понимаете? Понимаю, но я вообще еще пока не понимаю, какая у меня прибыль будет. Ну, смотрите, понятное дело, что если вы начнете, например, работать с 8 тысяч рублей, то в первый месяц вы не заработаете там и 20 тысяч рублей. Вам просто необходимо, вот я из-за этого вам советую начать работать с небольшой суммы, вам просто необходимо изначально разобраться, как это все устроено, как это все происходит. И только потом уже инвестировать суммы немного крупнее. Понимаете? Ага. То есть, вы же, когда, например, учились водить на автомобиле, у вас есть общие права? Есть. Вот, есть права. Вы же не учились сразу у нас там на скорости 150 км в час. Вы сначала ездили потихоньку, верно? Ну да, конечно, конечно. Чтобы обрести какую-то уверенность для себя. А потом, когда уже со временем стали уверенным водителем, то есть уже скорость, соответственно, выше и быстрее справляетесь с какими-то задачами, например, куда надо ехать, условно говоря. Потому что есть уже какая-то уверенность. Точно так же и в этой сфере. Когда вы уже для себя будете уверены в том, что вы делаете, когда вы уже будете все понимать, то тогда и, соответственно, будете зарабатывать больше. Конечно, я не могу вам сказать, что вы там можете начать работать и 100, и 200 тысяч рублей, то есть по вашему желанию. То есть по-то изначального смысла я в этом сразу не вижу. Я бы вас вернул просто попробовать для себя сферу и уже, исходя из того, получается, сколько это получается зарабатывать, за какой период времени, принимать для себя решение про дальнейшую судьбу этой сферы в вашей жизни. Понимаете? Понимаю. Хорошо. Какие есть вопросы? Да я не знаю. У меня вопрос пока непонятный. Непонятно. И вы же ничего конкретного не обещаете, чтобы не обманывать меня. Это мне нравится, чтобы не обманывать. А с другой стороны... Смотрите, смотрите. Давайте я вам объясню, почему нам выверно, чтобы вы зарабатывали, поскольку мы получаем процент с вашей чистой прибыли. То есть если вы ничего не заработали, соответственно, наши компании ничего не зарабатывают. И этот аналитик ничего так же не получит. Он заинтересован в первую очередь в том, чтобы вы как раз таки зарабатывали. Понимаете? А какой процент вы получаете? Мы получаем от 5 до 8 процентов с вашей чистой прибыли. От 5 до 8 процентов, да? Да. Это уже там этот момент обсуждается. То есть когда вы приступаете к работе. И это в зависимости от количества активов, которые вы приобретаете. Ну, а вот, например... То есть, по ценам, где суммы происходят сделки? Обычно, обычно, это, когда работают с небольшими суммами, это чуть больше процентов. Где-то 6-7. А вот, например, а льготные категории граждан у вас какими-то пользуются привилегиями? Что еще раз? Льготные категории граждан. Вот у меня, например, третья группа инвалидности. Так вот, как раз таки, я же вам предлагаю минимальную, которая является льготным. Вообще, у нас тарифы 250 долларов, 500 долларов и 1000 долларов. То есть, это те суммы, с которой начинали работать. И вот сейчас, когда началась вот эта вся ситуация, да, когда все начали плохо относиться к нашей стране, ранее льготным был тариф на 250 долларов. Сейчас льготным является тариф на 100 долларов. Вадислав, ничего там нельзя по звуку улучшить, а? Страшно? По звуку, ужасный звук, я не знаю, что делать, я половину слов не понимаю. Хорошо, что вам еще раз повторить? Тяжело разговаривать. Какое-то... Вот, когда вы молчите, ничего, а когда начинаете разговаривать, то какой-то шум идет, и... Такое... А, вот, так слышно, нормально? Да нет, ненормально, ненормально, но слышно. Давайте я вам сейчас еще раз на WhatsApp перенаберу. Давайте. Всего лишь. Алло. Алло. А что тогда? Да. Так лучше слышите меня? Да, получше. Хорошо, какие у вас еще остаются вопросы? Ну, в принципе, все вы мне сказали. Мне вопрос об доходности, об моем ничего конкретно не обговорили. Ну, я понял, что вы заинтересованы. А буду я зарабатывать, не буду, чего под вопросом остается. Ну, смотрите, я же вам объясняю, что если вы не будете зарабатывать, соответственно, и наша компания никаким образом зарабатывать не будет. Поэтому мы в первую очередь заинтересованы вашим заработком. То есть, поскольку, как я и говорил, мы получаем процент только с вашей чистой прибыли. И никак по-другому. Как вы думаете, долго ли работала бы наша компания на рынке, если бы наши клиенты не зарабатывали, и, соответственно, мы бы с этого ничего не получали? Ну, как долго работала ваша компания? Ваша компания, наверное, я не знаю, сколько вы работаете на рынке. Я просто не знаю. Смотрите. Вот. Вот. Как вы, долго ли работали аналитики бы на своих должностях, если бы они совершенно не получали зарплату? Понятно, у них есть прибыль с того, что они инвестируют самостоятельно. То есть, это в любом случае. Но здесь также они зарабатывают немаленькие деньги. Ведь подумайте, если у одного аналитика, там может быть до сотни клиентов, и с каждого он будет получать там свои 5-8%. Представьте, не все же работают с минимальными суммами, да? Многие начинают работать с минимальными суммами. А когда видят для себя какую-то прибыль, со временем уже выходит на действительно хороший зарплат. Тогда, если брать там сумму 8 тысяч рублей, то с этой суммы 5-8% это небольшие деньги. А если брать уже сумму 500-800 тысяч, то это уже больше будет, верно? Конечно. Конечно. Вот. Хорошо. Какие еще остаются вопросы? Ну, аналитик это вы аналитик, да? Нет, смотрите, я являюсь финансовым специалистом. То есть, менеджер по работе с клиентами, если проще сказать. То есть, я вас ознакомлю с данной сферой, я вам рассказываю, как происходит процесс заработка, помогаю вам активировать торговый счет и далее уже подбираю для вас аналитика. Вот вообще, в принципе, с кем бы вам было удобнее работать, с аналитиком мужчиной или женщиной? Да мне, в принципе, все равно. Мне здорово. Не, ну, жены ревнивой у вас? Не, не, не. Да ну, мы уже живем сколько лет. Знаете, просто была одна ситуация у нас такая, после чего мы начали, собственно говоря, у клиентов и спрашивать. Одного мужчину, он себе выбрал аналитика девушку, говорит, ну, с девушками приятнее общаться. То есть, я думаю, в любом мужчине с девушками приятнее общаться. Ее звали Кристина. И он подписал ее у себя в WhatsApp'е, Крис, и в группочках написал анал, сокращенную. И вот эту переписку с ней увидела жена, и подумала совсем не то, что стоило подумать. Ага. То есть, из этого мы начали у клиента, собственно говоря, спрашивать. Хорошо. Еще какие-то вопросы остаются? Нет, не остаются. Хорошо, какими вообще банковскими картами пользуетесь? Мастеркард есть. Ну, а банк какой? Есть Ренессанс-кредит. А, кстати, у Ренессанс-кредит у меня есть брокерский счет. Есть Райфайзенбанк. А с какого банка вообще было бы удобнее работать? Куда бы в дальнейшем хотели бы получать прибыль? Ну, вот этот вот сейчас Райфайзен, он не под санкции, он же международный, не под санкции не попадает. Мне кажется, это самый надежный. Райфайзен. В принципе, да, с вами согласен. Хорошо, у вас на Райфайзене необходимая сумма доступна? Ну, у меня там основные средства, у меня с него и в дом. У меня там бивалютная карта есть, есть валютный счет, есть рублевый. Еще раз, я услышал. Есть у меня там средства, есть. То есть сумма в размере 8 тысяч вам там доступна, правильно? Да я вот думаю, 8 тысяч, вы же сами мне говорите, что я на ней заработаю 8 тысяч. А сколько я буду на этих 8 тысячах торговать? Ну, не знаю, смотрите, вот, бывают, конечно, сделки, что можно заработать нормальные суммы. У меня вот, например, был клиент, который, сейчас, чтобы не соврать, 27-го числа была одна сделочка как раз-таки с Газпромом. Когда он тоже начал подниматься, мы это заметили, этот рост, и пошли в сделочку, и клиент инвестировал 15 тысяч, и в этот же день получил до 4 тысяч рублей. Там чуть-чуть меньше. То есть бывают сделки, что действительно можно хорошо даже за день заработать. То есть это все по-разному, мы к какой-то определенной сумме не будем привязываться. Потому что на одной сделке можно заработать там хорошие деньги, на второй сделке можно заработать, ну, 100 рублей. Ну, вы же понимаете, сами, всякое бывает. Так, а с какой суммой вообще вам было бы удобнее приступить? Да побольше хотя бы, немножко, ну, хотя бы 1100. Хотя бы 1100? Да. То есть у вас необходимая сумма сейчас доступна, верно? Владислав, мне 46 лет, я же не сидел сложа руки, определенные накопления у меня имеются. Мне просто не хочется, чтобы они обесценивались. Я почему к вам обратился? Алло. Алло, вас не слышно. Хорошо. Да, 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 я здесь. Хорошо. Готовы со 100 тысяч начать? Да, конечно. А сколько вам сейчас вообще на вашей карте доступ? Ну, давайте не будем, вы что мне хотите предложить? Давайте я не буду себе свои финансовые, эти, так сказать, секреты раскрывать. Хорошо. Каким образом активация происходит, знаете? Вам, я так понимаю, уже рассказывали, когда вы пробовали? Да я уже забыл теперь, давно было. Забыли. Давайте я вам напомню. Это все происходит через транзитный номер счета. Что это такое? Вы уже слышали? Транзитный номер счета? Да. Ну, транзитный промежуточный. Что сейчас... Да, да, да. То есть, что сейчас нам в России отключили SWIFT, слышали об этом? SWIFT отключили, да. И любые, да, и любые электронные платежи, то есть, недоступны. Именно поэтому мы работаем через транзитный номер счета и активируем ваш счет через контрагента. Контрагент – это человек, который работает в банке, и он совершает конвертацию валюты. То есть, мы же с вами будем работать в любом случае в долларах. Понимаете? И нам как раз-таки для того, чтобы вы приступили к работе, необходимо конвертировать валюту. То есть, сейчас я вам скажу, сколько долларов получится на 100 тысяч рублей. 1600 долларов у нас с вами получится на сумму в размере 100 тысяч рублей. Ага, ясно. Хорошо. А какой вообще способ заработка для вас был бы более предпочтительным? Это работа с аналитиком или же работа с роботом? Работа с аналитиком. Однозначно. Еще раз повторите. Однозначно с аналитиком. Алло. Алло, вас не слышно. Да, да, да. Однозначно с аналитиком? Да, да. Алло. Алло, вас не слышно. Хорошо. Какие-то еще вопросы у вас остаются? Я, вот вы, а где мы будем торговать? Где вот эта вся торговля будет проходить? Хорошо. Смотрите. У меня тут, я отправил уже запрос в финансовый департамент. И так как сумма действительно достаточно большая, то есть, редко какие клиенты изначально начинают работать с этой суммы, мне необходимо действительно подтверждение того, что у вас эта сумма доступна. То есть, можете скинуть просто скриншот, что у вас эти деньги есть на карте вашего банка? Зачем я буду вам скриншот... Есть ли какая возможность? Зачем скриншот-то буду я вам высылать? Как я его вышлю вам, скриншот? В ватсапе. Сколько у меня на счете денег, да? Просто сколько, есть ли у вас вообще необходимая сумма? Мне не важно, сколько нужно, чтобы эта сумма была доступна, чтобы было понимание того. Нет, Владислав, или давайте на доверие работать, или какое-то, я не пойму. Давайте надо с 8 тысяч начинать. Почему я сейчас... Я же там не выделю из счета, из того счета именно 100 тысяч. Хорошо, смотрите. Давайте тогда изначально сейчас активируем ваш счет на 8 тысяч рублей. Давайте. И если у вас появится желание, вы потом его доактивируете, правильно? Да, это одно. Второе, вы задали вопрос, вы сказали, задайте вопрос, я задал, а вы мне не ответили. Мы где будем торговать? На какой, на бирже или где мы будем торговать-то? Это на международном рынке. То есть, торговать мы можем на любой бирже сейчас, кроме московской, поскольку, может, слышали, что московская биржа сейчас недоступна, она закрыта? Ну, впервые слышу, не знаю, знаю, что она работает. Ее закрыли, когда началась спецоперация, московскую биржу закрыли, то есть, и мы сейчас с вами там торговать не можем. Ну, она открылась же после этого. Что-что? Да говорят, что она открылась, я слышал. Так, смотрите, вы можете там работать, но вы не сможете оттуда получать свою прибыль. Ого, а почему? То есть, а какой тогда в этом смысл, правильно? Ну, да. Активы приобретать вы можете, а продавать сейчас их нет совершенно никакой возможности, поскольку эта функция заблокирована. Ясно. Ясно. Хорошо. А кто вот, кроме аналитика, аналитик будет эти сделки со мной проводить все? Да, смотрите, он вам будет говорить, что и как делать, а все сделки вы непосредственно совершаете самостоятельно, то есть, своими руками. А что, я имею право выхода на какую-то торговую площадку, как физическое лицо? А разве не имеете? А я не знаю, я у вас вбраться. Формируется ваш торговый счет личный, которому доступ имеете только вы. То есть, а мы работаем как брокеры. Мы вам предоставляем информацию, с помощью которой вы зарабатываете, и, соответственно, за эту информацию, когда вы зарабатываете, получаем свой процент. Понимаете? Так как брокеры вы, или как аналитики вы работаете, я не пойму. Так в этом и заключается брокерская деятельность. То, что мы вам предоставляем информацию, с помощью которой вы как раз-таки и зарабатываете. И за эту информацию мы получаем свой процент. Ну, я, нет, ну, здесь как-то надо различать. Я, правда, запутался, сам не понимаю. Аналитическая деятельность – это одно, а брокерская, как я понимаю, это проведение сделок. Аналитика, аналитика. Просто есть компании, которые не предоставляют вам аналитика. Потому что, например, Тинькофф Инвестиции, да? Они вам не предоставляют аналитика, потому что им абсолютно все равно, заработаете вы с ними или нет. Когда вы там совершаете сделку, вы там уже платите процент. А здесь же вы платите процент только в случае вашего заработка. А за сделку ничего не платите. Понимаете? А там при открытии сделка у вас уже снимают какой-то определенный процент. Понятно. А еще один вопрос можно? Алло. Да, да, конечно. Вы вот сказали про транзитный счет. А основной счет мой, как он будет называться? Инвестиционный. В каком плане как называться? Ну, я не знаю, какой будет счет. Брокерский, инвестиционный или какой? Торговый. Торговый счет. Он называется торговый счет. А где он будет располагаться? На бирже непосредственно. На какой? Ну, в принципе, это какую вы выберете для себя удобно. Мы не подвязываемся к какой-то определенной бирже. Мы работаем на разных. Есть лондонская биржа. Нет, нет, нет. Есть также питерская биржа. Давайте на питерскую лучше. Давайте на питерскую. Они сейчас счет имеют право открывать, да? И ввести. На питерской бирже они не были закрыты. Я не про закрытие. Я говорю, у них есть полномочия открывать и ввести счет физический. А почему у них их не должно быть? Нет. Нет, я просто узнаю. Лицензии у них есть на это? Конечно, есть. Ну, а как мы счет там будем открывать? Я вам помогаю его активировать. А-а-а. Ну, а прежде чем активировать, мы его будем открывать? Есть. Или как? Алло. Как раз так, когда вы его активируете, он у вас и открывается. А что надо, чтобы активировать его? Ну, ответа на этот вопрос я не получил. Мой собеседник задумался. И после непродолжительного умолчания разговор вообще прервался. Возможно, из-за плохой связи, которая с самого начала не заладилась. Возможно, мои вопросы не понравились, и Владислав прервал диалог. Это не главное. Главное то, что мне вновь не удалось активировать счет. А это является необязательным условием для участия в торгах, поучаствовать в которых я все-таки надеюсь. Потому что желание улучшить свое материальное положение меня не покидает. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok